МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, все показатели снизились. Тем не менее, в Одинцовском округе в последнее время произошло несколько резонансных ДТП с участием детей. Поэтому сегодня в центре нашего внимания детская дорожно-транспортная безопасность в нашей студии Дмитрий Стебаков, федеральный тренер экспертного центра движения безопасности. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в режиме прямого эфира и свои вопросы гостю в студии, касающейся детской дорожно-транспортной безопасности. Вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Дмитрий, мы регулярно снимаем рейды, которые проводят инспекторы ГИБДД, выявляют нарушители правил перевозки детей. И, в общем-то, весьма отрадно. В последнее время нарушителей практически нет. Вот как вы думаете, почему это родители стали такие дисциплинированные? Ну, отчасти да, это работает. Отчасти того, что, как говорится, кнут и пряник. В данной ситуации действительно сейчас всем известно, что при перевозке детей нужно использовать детские удержащие устройства. И практически в каждом автомобиле это устройство присутствует. Даже сервис такси, который очень часто грешил этим, на сегодняшний день тоже оборудован детскими удержащими устройствами. А как вы думаете, вот благодаря чему этой дисциплинированностью удалось добиться? Я так понимаю, что ваш центр к этому тоже руку свою приложил. Ну, естественно, благодаря чему? Благодаря тому, что, во-первых, об этом стало доступно, объяснено нашим гражданам. Во-вторых, как я уже сказал ранее, вот пряник, пожалуйста, объяснение, вот, пожалуйста, кнут штраф. Действительно, большие штрафы за отсутствие и перевозку детей, за отсутствие детских удержащих устройств, они работают. И, как мы видим, на сегодняшний день штрафы эти выписываются. И смертность в части этого как раз-таки и снижается. Благодаря тому, что все стали дисциплинированы. Но теперь инспекторы ГИБДД говорят, появилась другая проблема. Машину останавливают, ребенок сидит в кресле, но при этом он в этом кресле не зафиксирован. Родители объясняют примерно так, ну вот мы же остановились, он и отстегнулся, подумал, что приехали. Как донести до родителей, что важно, чтобы ребенок был зафиксирован всю поездку, до того момента, как машина остановится? Ну, вот как раз-таки здесь и работает наш экспертный центр в части разъяснения правильности использования детского удержащего устройства, а именно нахождение ребенка в нем и его фиксации. Ну, для того, чтобы понять, почему необходимо ребенка пристегиваться, нужно, во-первых, самому взрослому понимать, для чего ремень безопасности находится сзади. Вот зачастую родители совершают ошибку, забирая своих первенцев из роддома, купив детское кресло, но когда вынесли запеленованного ребенка, у большинства людей возникает вопрос, как я его в этом кресле закреплю. Здесь нужно было еще докупить конверт специальными прорезями для ремня, куда можно положить младенца и закрепить его. Вот здесь как раз-таки именно нужно нормально объяснять людям, что есть ремень безопасности, что он нужен не только для того, чтобы ребенка фиксировать, но и взрослого. Вот еще, как я сказал, ошибка какая. Ребенок весом в 4,5 килограмма в момент экстренного торможения, ну, в какой-то экстренной ситуации, надежнее материнских рук ничего нет, это понятно. Но 4,5 килограмма увеличивается вес ребенка в 30 раз. Тут уже надежные материнские руки не давали. Все, уже просто это невозможно просто удержать. И поэтому вот эта ошибка зачастую становится фатальной. Поэтому очень важно использовать ремень и именно научиться правильно его использовать, именно когда ребенок находится в детском кресле, необходимо это делать, пристегивать его. Не просто посадить, а именно пристегнуть и научить его это делать самому потом, когда он вырастет. Вот смотрите, сейчас мы, слава богу, добились, что все дети, более или менее все дети, ездят в специальных удерживающих устройствах. Но многие родители все-таки достаточно формально купили бустер, например, посадили. Слава богу, правила соблюдены, ребенок ездит по правилам. Вот есть ли какая-то тенденция, может быть, к тому, что родители уже качественно к этому вопросу подходят? Выбирают детские кресла, которые соответствуют определенным стандартам качества? Ну, опять же, могу привести пример нашей работы, нашего экспертного центра. Если говорить об умении правильно выбирать, здесь я расскажу о таком проекте, который мы реализуем. Это проект детской безопасности, который реализуется на территории перинатальных центров всей нашей страны. Вот ролик перед эфиром мы посмотрели, это ваш ролик. Да, как раз этот ролик, который объясняет, почему, ну, вот, собственно, выбрана категория медицинского персонала, потому что мама, которая находится на протяжении 9 месяцев, никто иной, как медицинский работник, не может оказать такого влияния, в частности, именно объяснить и рассказать в то, что поверит будущая мать. Собственно, мы реализуем проект следующим образом. Мы привозим на территорию перинатального центра небольшой обучающий стенд, где я, как тренер, обучаю медицинских работников, как правильно закрепить кресло, рассказываю нюансы с выбором связанные и так далее, которые впоследствии проводят занятия, и уже молодых мамочек обучают и рассказывают, почему это нужно делать. Собственно, вот она, пожалуйста, тенденция к, так скажем, населению, к освоению нового материала в части именно вот этих вот нюансов. Тенденция, слава богу, положительная. Вы совершенно верно сказали, да, чтобы родители могли научить чему-то своих детей, они сами должны уметь это делать. Вот мы касаемо ремня безопасности. Ведь многие взрослые, которые потенциально родители или являются родителем, уверены, что ремень – это вред, недаром специально даже защелки продаются, да, в автомагазинах, чтобы автомобиль не пищал. Спаси и сохрани, да. Спаси и сохрани, да, в половине машин присутствует ремень, может заклинить во время ДТП, вреда от него будет больше. Ну, наверняка ведь не так. Вот давайте расскажем этим родителям. Конечно, хотелось бы, наверное, начать вообще с самого ремня безопасности. Уже столько лет, мы практически больше 80 лет данному изделию, и ни одну жизнь он спас. Но, к сожалению, не забывайте, что мы с вами, ну, человек, он так устроен, что какие-то яркие события в его памяти откладываются. И, например, если говорить про ремень безопасности, есть такая известная история. Владимир Семенович Высоцкий со своим другом Вениамином Абдуловым на подаренном Мерседесе Марине Владе въехали со всей дури в столб, были не пристегнуты и вылетели, и остались живы. Это яркое событие, которое просто запомнилось в нашей жизни. Самолет там разбивается, не дай бог, выживает стюардесса, все об этом говорят. Также ремень, вот точно так же. 99% всех случаев ремень безопасности, он спасает жизнь. Бывают такие вещи, но это, еще раз говорю, не просто, это исключение просто из всех правил. И этих исключений часто не бывает. Все-таки это устройство, которое спасает жизнь. А если говорить на сегодняшний день, то нужно использовать ремень, особенно в части, когда ты сидишь сзади. Потому что, например, мои друзья, когда я прошу их пристегнуться сзади, я говорю, что пристегнуться надо? Я говорю, да, дружище, потому что я хочу жить в первую очередь. Ты сидишь там, большой человек, 80 килограмм, в 30 раз увеличивается твой вес, в момент удара ты мне и сиденье повредишь, и меня повредишь, а потом мне навстречу подушка в запасе откроется. Ну, вы понимаете, да, к чему это все приводит. Поэтому ремень не только спереди, но и сзади. Всегда. Ну, а где-то на каких-то форумах, помнится, была информация, что вот на тот случай, если вдруг ремень заклинет, в машине можно возить, например, перочинный ножичек. Как вы к таким советам относитесь? Ну, как, если он хорошо закреплен и лежит в нормальном месте, то почему нет, многие возят всякие различного рода ножички такие под определенные моменты жизни. Если вам от этого будет легче... Спокойнее, да, вообще. Если вы так считаете, что... Да. В первую очередь, наверное, не нужно доводить до этого, чтобы все-таки ремень сработал. Хочется, Даш. Ну, а, наверное, для этого нужно соблюдать правила дорожного движения. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о детской дорожно-транспортной безопасности. Сейчас переходим к другой очень горячей и, к сожалению, печальной теме. 13 сентября на Минском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами. Вот сейчас мы видим эти кадры на экране. По данному факту, следственным отделом по городу Одинцова Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима без его ведома и позвал двоих знакомых покататься по Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбой на ограждение. Следователями осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. Помимо этого, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Вот такой, к сожалению, печальный случай Дмитрий произошел в нашем округе совсем недавно. Очень активно обсуждали эту историю в социальных сетях. И, конечно, не обошлось без достаточно злых комментариев. В том числе, Нид Фотспид переиграл, там вот научился водить. Как вы думаете, хватило ли этому мальчику навыков, полученных в компьютерной игре? Ну, судя по материалам сюжета, хватило навыков уезжать от экипажа. Если говорить о стороне вопроса, где он эти навыки приобрел, то здесь можно посмотреть на ситуацию с двух сторон. На сегодняшний день в нашей стране пойти учиться на водительское удостоверение можно с наступлением 16-летнего возраста, и в 18 лет ты уже можешь выйти на экзамен. Соответственно, ребенку было 13 лет, где мог он получить навыки. Наверняка все хотят меня услышать, что его папа посадил за руль и поехал. Это вторая половина пользы. Да, я все-таки считаю, что ребенок мог получить навыки, пойтя в секцию автоспорта, к примеру, да, с 5 лет туда принимают, и там получить как раз-таки все необходимые навыки, которые он впоследствии продемонстрировал в данном сюжете. Если говорить о том, что это зона ответственности родителей, несомненно, это зона ответственности родителей, почему так произошло, это 100%... Почему дети ночью оказались в машине. Каким образом, да, ключи оказались в руках ребенка, он сел в автомобиль, это совершенно другая сторона вопроса. И опять же говорю, что это нужно спрашивать самих родителей уже. Про навыки все-таки я считаю, что... Need for Speed маловато там явно было бы. Считаю, что Need for Speed здесь было бы 100% недостаточно, потому что все-таки это компьютерная игра. Скорее здесь, наверное, сыграла роль этой компьютерной игры с точки зрения того, что игра именно эта подразумевает под собой постоянный уход от погони людей с мигалками. Здесь, возможно, да, сыграл вот этот элемент игры, а практика, ну, уже навыки были получены ранее, все, говорится, доведено было до автоматизма. Ну, вот, кстати говоря, один из детей, говорят, вылетел на проезжую часть, следовательно, был не пристегнут. Мы делаем такой вывод, правильно? Ну, здесь, наверное, все-таки уже момент установлен следствие, но можно предположить, что был не пристегнут. А как вы считаете, получение ребенком навыков вождения в раннем возрасте, да вот с пяти лет можно пойти картингом заниматься, где тебя научат водить машину, это скорее зло или добро? Если к этому подходить с полной ответственностью, тому, чему хотите научить своего ребенка управлять тем или иным транспортным средством, то это только плюс. Нужно понимать, что вы отдаете ребенку получать навыки данного средства транспортного и уже далее, как бы, со всей ответственностью подходить к этому вопросу. Естественно, лучше с ранних лет, знаете, научить ребенка, чем впоследствии справлять за кем-то ошибки. Это, как пример, встать на гироскутер в 40 лет, либо встать на гироскутер в 7 лет. Я уверяю, у вас 7-летний ребенок справится с ним намного быстрее, чем дяденька 40-летний. А многие родители, да, сами пытаются, ну, скорее ради забавы ребенка сажают, как бы вместе с ним водят машину. Вот стоит так баловаться? Однозначно нет. Для ребенка это скорее как некое поощрение за что-то. Далее поуправлять автомобилем. Еще раз говорю, что если взрослый подходит к передаче права управления транспортным средством, ребенку, ну, он в первую очередь должен с педагогической точки зрения подходить. Как многие, покупая мопед, говорят детям, что сначала права выучи, а потом мопед. Вот здесь тоже, как бы, все-таки доля педагогики есть, он должен пойти, листая права, он поймет, что есть моменты сложные, которые могут реально быть в его жизни. Также и вот вопрос о подходе к передаче управления детям. Ну, просто так поощрять, я считаю, нет, нельзя. Это свое внутреннее воспитание родителей уже. Дмитрий, ну вот, да, что касается с раннего возраста обучения, да, вот картинка и так далее, по нарастающей. Ну, пять лет, да, всех детей обучают так или иначе в игровой форме. Ну, вот вы сами говорите, да, что нужно ему одновременно с навыками привить вот это чувство ответственности. Вот не заиграется ли ребенок к более старшему возрасту? Не останется ли у него представление, что это игра? Спасибо за вопрос. Здесь, понимаете, как пришел в пять лет в детскую и юношескую школу, а в наступлении там 17 лет ты уже заканчиваешь ее юниором с разрядной книжкой. Здесь абсолютно так же, с ранних лет придя в секцию автоспорта, естественно, сначала вас будут потихонечку-потихонечку протягивать наверх, и уже к наступлению 13-летнего возраста эти дети уже прекрасно осознанно понимают, что это автомобиль, это средство повышенной опасности. К сожалению, не все дети у нас уйдут в автоспорт, не все. Большинство мы видим, как бы, героя подобных сюжетов. Там совершенно безответственный подход к пониманию, что есть автомобиль. И наверняка, я думаю, и у родителей такой же подход там. Но это как профессиональный спортсмен. Но профессиональные спортсмены всегда знают, что их навыки нужно применять исключительно на ледовом поле, футбольном поле, а в обычной жизни это все опасно и черево опасности. Это как, знаете, одно время очень популярно в нашей стране было прийти и пройти курс обучения экстремального вождения. Было популярно очень. Вы знаете, мы долго-долго с коллегами сидели, смеялись, часто звонит телефон в школу, женский голос говорит, а вы научите меня делать милицейский разворот. Для чего вам это нужно в жизни? И, понимаете, да, это хорошее, это продвинутое осознанное вождение. Когда ты понимаешь, как нужно себя втвести в ситуацию, когда, например, ты едешь на предельно допустимой скорости разрешенной и выскакивает на дорогу животное, лось. То есть, или на обгон пошел, чуть-чуть ошибся мы все люди, мы ошибаемся, что нужно, как исправить ошибку. Но это, понимаете, после этих курсов вы будете это знать, вы будете это знать там 2-3 месяца, может быть. Когда это случится в жизни через 10 лет, у вас срабатывает все равно, у человека срабатывает инстинкт, хочу жить. Это когда 2-1 выскакивают, про обгон я начал как раз говорить. Один выходит на обгон, на встречку, а второй ему едет. И эти оба всегда в обочине встречаются. Ну, потому что один хочет в сторону большего пространства двигать, и другой так же. Вот на контраварийных курсах мы рассказывали людям, как нужно вести себя в этой ситуации. Проходит 10 лет срабатывает инстинкт, я хочу жить. Поэтому мы отказались от контраварийной подготовки. Теперь это осознанное вождение, этот курс никуда не ушел. Мы больше говорим о защитном, о безопасном вождении. Лучше применить те навыки, которые не позволят тебе вспоминать контраварийку, правильно? Да, и встретиться на встречке с кем-нибудь, не дай бог. В начале сентября в УМВД по Одинцовскому городскому округу прошла пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения. Говорили об основных причинах детского дорожно-транспортного травматизма. Подробности в нашем следующем материале. Жизнь и здоровье детей в руках родителей. Зачастую именно халатность и безответственность взрослых приводят к ДТП с участием несовершеннолетних. Даже по проселочной дороге можно просто попасть в яму, и ребенок не справится с управлением. И, безусловно, на квадроцикле то, что и произошло в Голицыно, он просто перевернулся, а еще и был без средств защиты. То есть нужно понимать, что это очень опасно, и вы в первую очередь отвечаете за жизнь и здоровье своих детей. Двухколесный вид транспорта заслуживает особого внимания. Он является основной причиной ДТП в теплый период. Велосипеды, мопеды, мотоциклы, а также квадроциклы родители торопятся побаловать и развлечь в свое чадо, не задумываясь о его безопасности. Если вы покупаете игрушку, дорогую игрушку своему ребенку, вы должны в первую очередь его обеспечить шлемом и защитной экипировкой. Это необходимое правило, как для велосипедов, как для мотоциклов маленьких, как для квадроциклов. То же самое. И запомните, что детям выезжать на дороге общего пользования запрещено. Достижение 16 лет, экипировка, светоотражающие элементы, ремни безопасности, соблюдение правил дорожного движения, обязательные условия для вождения любого транспорта детьми. Прежде чем сесть за руль, ребенок должен пройти обучение, сдать экзамен, получить права соответствующей категории. Кроме того, родители отвечают за надлежащее оформление и техническую исправность транспорта. В обязательном порядке техник должна быть зарегистрирована. Техника регистрируется в органах гостехнадзора по месту постоянной либо временной регистрации данного гражданина. Поэтому, конечно, большая просьба. И хотелось бы, чтобы родители услышали, что касается несовершеннолетних детей, чтобы на это внимание обращали. Не бывает детей, виновных в ДТП, считают сотрудники госавтоинспекции. Не научили, не рассказали, не уделили должного внимания. Безответственное отношение родителей к правилам дорожного движения может повлечь страшные последствия. Статья 5.35 Административного кодекса, она как раз-таки предусматривает ответственность. Часть первая. Часть первая, да. Ненадлежащее исполнение, которое, в принципе, может заключаться также в действии или бездействии родителей по защите прав и законов интересов несовершеннолетних. В том числе, приобретение того же веломототранспорта до достижения 16-летнего возраста. Отпустить ребенка одного гулять до школьника без контроля законного представителя. Надо попросить сходить ребенка в магазин, который находится в другом микрорайоне, где надо переходить через проезжую часть. Акции на улицах города, лекции в школах и детских садах, разъяснения правил в игровой форме. Лишь малая часть профилактических мер. Основная воспитательная работа лежит только на родителях, говорят специалисты. Родители, опять же, мы обращаемся к родителям прежде всего. Пожалуйста, настраивайте своих детей, что никто их не хочет пригвоздить к позорному столбу, а хотим, чтобы дети наши были здоровыми, чтобы дети наши были выросли хорошими, замечательными гражданами нашей большой и красивой страны, нашего большого и красивого государства. В прямом эфире телекомпании Одинцова программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о детской дорожно-транспортной безопасности. У нас в гостях Дмитрий Стебаков, федеральный тренер экспертного центра движения безопасности. Дмитрий, сейчас у детей выборы очень богатые. Хочешь гироскутер, хочешь электросамокат, хочешь домоноколесо, все, что родительский бюджет может позволить, вот тебе, пожалуйста. А какой транспорт считается наиболее опасным для ребенка? Да, ну, тот, с которого можно упасть. А это, в общем-то, все. А это практически все, поэтому, естественно, нужно просто понимать родителям, с какого возраста можно приобретать тот или иной вид транспорта, что зачастую у нас бывает, смотришь, маленький ребенок едет на транспорте, который не предназначен для использования детей. Это что, например? Ну, в части тот же гироскутер, например, они бывают разные, как мы знаем, которые едут быстро, которые не едут быстро. В части вот именно и по весу. Очень часто именно родители, пытаясь как бы сделать приятно своему чаду, совершают ошибку, о которой им никто, естественно, и заранее не сказал. У нас в городе недавно открылся прокат электросамокатов, и я вот хочу сказать, что тут вот началось, на центральной площади города Одинцова, дети рассекают туда и сюда просто с космической скоростью. Вот как определить, что ребенку уже можно, что не будет он себя вести как-то не очень адекватно, да, будет ответственно относиться к вот этому все-таки относительно скоростному транспорту. Это уже не обычный самокат, да, и гироскутер из электросамоката. Здесь вопрос идет обучение вообще к транспортным средствам. Наверняка 100% ни один родитель не купит своему ребенку сразу же первый электро какой-нибудь транспортный. Наверняка 100% это будет велосипед или зачастую у маленьких деток это сейчас беговел. Вот уже отсюда нужно начинать, как говорится, проводить разъяснение, обучение на предмет того, что вот у тебя есть беговел, например, это твое транспортное средство. Тут же нужно уделить внимание, что у него должны быть отличающие знаки, наличие свето-возвращающих элементов. То есть для ребенка, естественно, можно объяснить, что это наклеечки, там такие-сякие, привести антологию с автомобилем. Там есть фары и тебе нужны. Абсолютно верно. И тем самым, как бы, уже когда наступит момент, когда ребенку позволительно будет, ну, с мнением родителей, поставить его на электротранспорт, естественно, уже подойдет к электротранспорту с пониманием того, что нужно экипироваться, нужно шлем носить, то есть нужно вообще понимать, где на этом транспорте можно находиться, кататься и какой скоростью этот транспорт обладает. То есть здесь вопрос именно непрерывного обучения родителями. То есть не стоит считать, что ребенок еще слишком маленький для того, чтобы все это знать. Ну, в определенной форме. Абсолютно точно, да. Нужно доносить. А вот с каких правил дорожного движения, скажем так, можно начинать? Вот первое, что мне приходит в голову, дорогу мы не переезжаем, ее переходим в любом случае, на чем бы ни были. С каких правил дорожного движения? Ну, с каких правил пешеходов? В школе, в детском саду, деткам же учат элементами уличной дорожной цепи, тротуар, бордюр, светофоры, знаете, сигналы, светофоров и так далее. И когда уже ребенок встает на велосипед, то, естественно, здесь ему можно сказать, что велосипед – это транспортное средство. Если ты, ну, опять же, в игровой форме сказать, что если ты на этом транспортном средстве будешь быстро ездить, папа быстро ездит, приходят штрафы, да, в конвертиках, вот тебе также будут приходить. Ну, это игровая форма. Каждый родитель по-индивидуальному эту мысль донесет до своего ребенка. Но, тем не менее, обучение должно идти, как я говорю, непрерывно и разъяснять, разъяснять детям. Тем более, можно даже стать примером для ребенка, если есть киазы. А он все равно будет брать пример. Да, но заранее сразу как раз-таки наши телезрители убедятся, что встать на гироскутер в 40 лет и в 7 лет – это совершенно два разных понятия. Я вот так и не рискнула, хотя есть. Я, честно говоря, тоже очень не рискнула. Страшно как-то. Все-таки на своих двоих оно увереннее. Вот дальше такой интересный законодательный нюанс. Очень много шумихи вокруг электросамокатов. Скорость большая, они достаточно популярны. Случаются различного рода происшествия. Самокатчики нередко сбивают пешеходов. А правилами дорожного движения езда на электросамокатах и гироскутерах на современный транспорт, в принципе, никак не регламентированы. Как вы считаете, оплошность эту нужно исправлять? Несомненно, конечно, это нужно исправлять. На сегодняшний день, да, ну такой банальный пример. Столкнулись шутливо, в шутливой форме пешеход и водитель электросамоката. Электросамокаты и приехали сотрудники, и их оформили как пешеходов. Доставить двух пешеходов. Но пешеход мы максимум знаем, 5 км в час это максимум может развить. А электросамокат нет. Электросамокат нет. И поэтому, естественно, это нужно урегулировать каким-то образом. Каким проектом есть постановление правительства Российской Федерации, Министерства транспорта, как вы знаете, разработал. Есть ряд внесений, изменений. Что предлагают? Ну, во-первых, как бы предлагают строго регламентировать, собственно, где можно, с какого возраста кататься на том или ином виде транспорта. Приведу антологию с правилами движения для велосипедистов. Здесь примерно такая же ситуация. До 7 лет, где ребенок может кататься на электротранспорте, так скажем, на средства индивидуальной мобильности. Которые объединяют, да? Их всех охарактеризовали. До 7 лет там, где никогда не встретит автомобилей. И уже с наступлением возраста 14 лет ему позволительно выезжать на дороге общего пользования. Ну, естественно, выезжать на дорогу общего пользования, где едут автомобили, ему разрешено, если скорость движения ограничена 60 км в час. Пожалуйста, максимально право на обочине. Ты можешь двигаться. Ну, и включая, опять же, хотят разрешить двигаться средствами индивидуальной мобильности по велопешеходной дорожке. А как вы думаете, если, например, создать, может быть, они и есть школы, где будут учить этих электросамокатчиков, тех, кто предпочитает гироскутеры, поможет эта аварийность снизить, а, соответственно, безопасность повысить? Ну, вы знаете, если сказать цифрами статистики, то спустя какое-то время, если посмотреть на цифры статистики, да, мы увидим, что в этом плюс есть. Это как большинство россиян приезжают отдыхать в Таилан, берут мопед сразу. Хотя гиды предупреждают. Гиды им там пятиминутный какой-то курс объясняют, что надо хотя бы шлем одевать. И если взять, там, пример, ну, из десяти человек один шлем оденет, ну, тогда можно сказать, что это работает, да? Один-то все-таки использовал. Да, согласно статистике. А если все-таки не смотреть на цифры статистики, а говорить реалиями, ну, я считаю, что, вот, например, сегодняшний день мопед, 50-ти кубовый, да, на него тоже нужно идти учиться. Понятно, что все родители говорят, иди выучи правила дорожного движения. Кто экзаменатор будет? Кто будет экзаминировать, кто окажет технику, вот эту всю важность, элементы управления этим мопедом? Нужно все равно, я считаю, как бы, каким-то образом урегулировать. Здесь вопрос за собой тянет череду других вопросов. вас остановили за повышение скорости на средства индивидуальной мобильности, кто будет штраф выписывать? На какой документ это будет сделано? Кто это будет делать? Да, ну, и здесь, наверное, стоит сказать, что все-таки, если наша страна принимает решение в части того, что действительно мы хотим как-то это урегулировать, то это вопрос проработки ни одного ведомства, согласитесь со мной. Безусловно. Естественно, вот, как, знаете, приведу пример с дронами. На сегодняшний день действует закон, при покупке дрона его надо зарегистрировать. Почему не сделать так же при покупке электротранспорта? Какая-то никакая регистрация, у нас сейчас все это в цифровом мире живем. Все достаточно просто, да, можно сделать. Можно привязать это к каким-то, возможно, порталам госуслуг, я не знаю. Все там зарегистрированы. Да, все ведомства, да. То есть вопрос проработки, 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 еще раз говорю. То, что нужно, это урегулировать и узаконить, несомненно, нужно. Однозначно. Ну, а как вы считаете, да, вот теперь мопеда больше 50, нужно же получать права. А вот помогло это немножечко, эту сферу, скажем так, дорожно-транспортной нашей жизни урегулировать, облегчить, упорядочить? Ну, я вам скажу, конечно, существенно помогло в части, например, в сельской местности. Понятно, что сохраняется такой факт, что ездят там дети на селе, на мопедах, на этих там. Но на сегодняшний день, я вот много езжу по стране с командировками, я вижу, что действительно в этом есть изменения. Ездят, во-первых, теперь те, кто прошел действительно обучение. И сотрудники госавтоинспекции, когда ловят нарушителей, родителям это здорово бьет по карману. Поэтому в части этого огромный-огромный плюс есть. Да, теперь это все, слава богу, как-то к этому, наверное, по большей части, наверное, и мужская ответственность, да, все-таки там. Отцы, конечно. Отцы должны это делать. Действительно, это работает здорово. И еще раз говорю, что лучшая профилактика – это пропаганда. Объяснить, наглядно показать, почему это нужно делать. Не просто сказать, что за это будет штраф 3000 рублей, объяснить наглядно, почему. Вот, опять же, приведу пример с нашим ремнем, любимым, пересегиванием сзади. На одних из наших мероприятий мы привозим так называемый тренажер, который имитирует лобовое столкновение, 20 км в час. И когда мы сажаем, такая горочка небольшая, потом отпускается, мы называем ее гильотином между собой, потому что зубы клацают, так будет здорово у людей. Человек 20 понимает, что это 20. Естественно, мы никогда в жизни все не хотим попадать в аварии. Но когда ты ощутил на себе 20, ты уже знаешь, что нужно сзади пристегиваться. А иногда особо непонимающим мы даем в руки куклу, такую небольшую, имитирующую младенца, и говорим, вот нет кресла, смотри, что происходит. Сейчас увидишь сама наглядно. Она спускается, получает удар 20 км в час. Естественно, она эту куклу пытается сжать. Но я объясняю, что когда ты ее сжимаешь, ты ее удержала, да, но нанесла ей травмы внутри, несовместимые жизнью внутренних органов. Вот почему нужно кресло использовать, еще и самой пристегиваться. Вот через вот эту призму, когда объяснение есть, ты это видишь, сам понимаешь, на себе это ощутил, через себя опыт прогнал, да, действительно начинаешь пользоваться. Да, вот так наглядно, наверное, нужно доносить до людей правила дорожного движения. В части этого в нашей стране огромный-вогромный прогресс есть. Ну, в том числе, спасибо вашему центру. Бывали мы на ваших занятиях, действительно, очень наглядно, очень интересно, и самое главное, что это запоминается за счет той же самой наглядности. Ну, в школах пока такие занятия не проводятся, но инспекторы ГИБДД стараются и в игровой форме доносят до учеников начальной школы правила дорожного движения. Давайте посмотрим на одно из занятий. Светофоры для водителей, три глаза, да, три сигнала. Красный, желтый и зеленый. Правила дорожного движения должен знать каждый, уверен ученик второго класса Радамир. В таком юном возрасте он может похвастаться своим багажом знаний о безопасном поведении на дороге. Когда красный свет, никуда нельзя ходить, только нужно стоять и ждать. А желтый свет, это означает внимание, а зеленый уже можно идти или ехать. А еще нельзя никогда их нарушать, потому что если нарушишь правила дорожного движения, можно покалечиться и стать инвалидом. В гости к ученикам пришли сотрудники госавтоинспекции. Рассказали о правилах дорожного движения для пешеходов в форме игры. Детям тема понравилась, активно включились в беседу. Мне очень интересно было слушать про то, как переходить дорогу и про всякие разные пешеходные переходы. Акция проводится каждый год. Сотрудники госавтоинспекции считают, важно напоминать детям о необходимости соблюдать правила. Сегодня в Одинцовской лингвистической гимназии прошел урок безопасности в формате игры, для того, чтобы дети усвоили и применяли в жизни навыки безопасного поведения на дороге. Затронули все важные темы. Дорожные знаки, светоотражающие элементы, пешеходные переходы. Для максимального эффекта раздали детям памятки. Дмитрий, учебный год начался. Слава Богу, не дистанционно. Наверное, сейчас статистика ГИБДД станет немножко хуже, потому что и движение оживится, все вернулись в города, и школьники на дороге вышли. Как вы думаете, с какого возраста примерно можно ребенка отправлять в школу одного? Здесь вопрос, опять же, подхода к родителям к выбору школы. Вопрос территориального нахождения самой школы. Если родитель понимает, что путь ребенка от школы занимает достаточное время, то, естественно, он должен уже, это явно не первый, не второй класс точно, должен проводить непрерывное обучение и уже понимать, понимает ли его ребенок, когда он находится один на улице, где, в какой момент ему ожидать опасность. Это непрерывная работа, и я считаю, что можно детей отпускать от них, опять же, после проведенной заранее работанности, это примерно с третьего класса. Я это говорю отчетливо, потому что у меня племянники есть, и я на них проводил небольшой эксперимент в части знания безопасных путей на школу до дома. Классно работают педагоги в школах по этому вопросу. Сейчас практически все школы снащены магнитными досками, и тем не менее, и сами педагоги оказывают внимание в части именно безопасных путей от школ до дома. Вот чему стоит ребенка обучить? Мне кажется, мы с вами много о чем поговорили. Есть такой еще аспект, как безопасность во дворе. Хотя, казалось бы, и скорость низкая, и машин там гораздо меньше, но нередко какие-то происшествия случаются во дворе. Не так давно в нашем округе, в том числе, ребенок оказался под колесами автомобиля в своем же родном дворе. Выскочил из под машины, машина ехала с превышением скорости. Случилось то, что случилось. Что рассказать, что донести? Выходя на улицу со своим ребенком, опять же, можно с ним проводить беседу и объяснять ему те жизненные опасности, которые могут быть, так называемые, дорожные ловушки. Что нужно дорогу не переходить просто бездумно, а пользоваться тем же алгоритмом. Стой, думай, иди, слушай, смотри. То есть объяснить наглядно, почему, что это может... Что, например, автомобиль, стоящий у двора, припаркованный, он может как бы скрывать тебе, твоего же друга, и водитель, который поедет с правой стороны, может его не увидеть. И ребенок уже на практике, на такой, понимает, что да, вот здесь есть такие моменты. Почему нельзя выбегать с подъезда? Опять же, вот недавно была ситуация, когда мальчик выбегал с подъезда, водитель электроскутера его сбил. Почему вот так произошло? Ну, понятно, родитель там не усмотрел за ребенком, но, тем не менее, сам ребенок должен понимать, что вот так делать нельзя. Почему? Потому, потому. Непрерывная работа, опять же говорю, родителей со своими детьми. Ну, я как истинная зануда не могу не добавить, но, наверное, сами мне нарушать тоже стоит. Есть, абсолютно верно. Это касается особенно наших пожилых людей, которые, к сожалению, грешат этим. Бывает такое, что, например, медицинское учреждение, находящееся в 200 метрах от пешеходного перехода, бабушка до поликлиники дошла со внуком, прошла через пешеходный переход, а на обратную дорогу у нее уже не хватило сил. Она взяла его за руку, перешла через дорогу, и потом ему, ребенку, сказал, «Кабуш один, никогда так не делай». И что мы получаем на выходе? То же самое и получим на выходе. Естественно, здесь нужно быть в первую очередь всегда во всем примером для своего ребенка. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...